Так, политическая деятельность – это идея, которая постоянно нами реализовывается, мы ее постоянно должны реализовывать. То есть мы все время продвигаем мир в своем политическом управлении, мы все время двигаем вперед движение вперед, непрерывно, постоянно. Как Бог участвует в политической деятельности? Конечно, Он считает, что нужно помогать конкретным людям. И Он дает это, Он это действие вводит в мир, Он дает волю к вечной жизни сразу всем, на равнозначных условиях. И вот Бог это делает, и мы должны такое же действие от себя реализовать, чтобы распространить, чтобы дошло до каждого. Это уже как бы Бог постоянно делает. Теперь те, кто имеют это образование, теперь нужно как бы это передать, это знание. Таким образом, когда мы через концентрацию, через продвижение вперед, мы реализовываем политизацию общества. В этом управлении основная задача, чтобы знания были распространены на всех мгновенно, сразу к каждому, чтобы волна достигла счастья каждого человека. И вот мы смотрим, да, как вот у людей, когда открывается их личное будущее, вся цивилизация более четко развивается, когда у каждого что-то раскрывается, его личное во всеобщем. И при этом идет распространение знаний не просто даже от человека к человеку, а именно идет свет по политическим линиям. По той информации, которая называется политиком. И мы посмотрим на мир и видим вот эти линии световые, да, связи между людьми, там, между странами, конкретно спектральный оттенок мы выделяем. Что для нас, как это выглядит в линии политического управления мирового. Вот и по этим линиям передается информация, которая дает счастье каждому человеку. Когда мы начинаем видеть вот этот спектральный оттенок, распознаем, что есть политические вот эти связи. Это будут уже, мы уже сразу видим линии политического управления и по ним из корневого, так как все страны завязаны на едином корневом политическом уровне, да, и через вот этот центральный уровень по всем этим линиям идет распределение информации. Политика, как бы, политика, то есть наша идея, да, она преодолевая, получается, все границы. Наша идея приходит к каждому человеку. So politics is our idea, goes through any barriers or any blockages and reaches everyone. Жила себе Санди спокойно в Америке, раз к ней пришла политическая сфера с идеологией вечного развития. И получается, этот вариант прихода системы, это как некая волна, как распространение идей, политических идей. Политика затрагивает любого человека в условиях его обычной жизни. Как Бог приходит к человеку с добром, с технологией вечного развития, так приходит ваша политическая волна, так действует ваше политическое управление. Делайте высокую концентрацию на этом свете, корневое решение для всего мира и продвигайте вперед свою политическую идею, сферу. So do make this highest concentration in this political sphere and push it forward so it reaches everyone. Все, что мы, о чем Григорий Петрович говорит, все это происходит в этой сфере, в мире. Но технология, чтобы не уставать, делать высокую концентрацию и продвигать, чтобы мы в свою идею. То есть надо вложить действия, продвинуть нужно, чтобы наша идея стала центральной идеей для всех людей. Нужно не сомневаться, все знания абсолютно в нас от Бога есть. Нам нужно делать действия, продвигать нашу политическую идею, движение, действия в воде. So we should not have doubts, because all the knowledge, everything we have inside of us. We just need to develop the control further. Даже вот вы просто удерживаете концентрацию на корневом решении для всего мира, вот сфера политического управления, и вы ее продвигаете, продвигаете. Можете ни на что не отвлекаться. Главное, высокая концентрация на продвижении своей политической идеи. Ну, политическая идея может быть любая создательная цель. So you don't, you should not get distracted to anything else, keep the control on this fear, and have your political idea. The political idea could be anything, anything creative. Ну, насколько мы познакомились, последняя информация, Григорий Петрович, где он сказал, надо делать всеобщее, вот по той цели, которую мы сформулировали, вот по этой цели. И самое главное сейчас работать, чтобы предотвратить возможную ядерную катастрофу на планете. It is how Григорий Петрович said recently, we need to join together and do everything we can to prevent this possible atomic nuclear catastrophe.